Американский сенатор Рик Скотт от штата Флорида не исключил возможность ввода войск США в Украину. Своё мнение законодатель высказал в интервью американской журналистке Гретти Ван Састерн, которая будет показана в её телепередаче «Full Card Press» в воскресенье. Выдержки из данной беседы опубликовала газета «The Hill». Крутая акция! За 48 часов на Airbnb иностранцы забронировали места в Украине на 1,9 миллиона долларов. Всего забронированы 61 406 ночей, заявил генеральный директор компании Брайан Чески. Хозяева всех этих квартир получат 1,9 миллиона долларов. Иностранцы пишут, что бронируют жильё, чтобы поддержать украинцев в стране, где сейчас идёт война. Они пока не могут приехать. О своей помощи Украине иностранцы делятся в Твиттер и призывают других присоединиться к акции. Друг только что забронировал квартиру Airbnb в Киеве, которой он, очевидно, никогда не поедет. Есть много разных способов помочь, пожертвовать, но это ещё один, написала одна из пользовательниц. Добавлю, что сервисы бронирования жилья, Airbnb и Booking прекратили свою деятельность в России и Белоруссии. «Виза работает над прекращением транзакций на территории России», заявление компании. «Мастеркард» также сообщил об остановке операций на России. IBM покидает российский рынок. Prada вышла из Раши. PayPal и Pioneer заставляют фирлансеров на России задуматься. Puma выпрыгнула с рынка России. Inditex, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, UtreQ минимизируют гардероб русских. К технической блокаде присоединяется Samsung, который приостанавливает поставки на Россию. Выход Adobe сковывает руки рашистской пропаганде, потому что рисовать картинки становится труднее. Сенаторы штата Канзас внесли в рассмотрение проект об отказе от кровавой российской нефти. «Глуховский карьер кварцитов», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, планирует национализировать в пользу Украины, глава сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Борис Джонсон призывает международное сообщество присоединиться к представленному им плану действий по Украине. План из шести пунктов предполагает Мобилизацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины. Оказание помощи Киеву в защите украинской территории. Максимально возможное давление на Россию. Предотвращение ползучей нормализации действий РФ в Украине. Поиск дипломатических путей деэскалации, но лишь на основе полного участия украинского правительства. Осуществление срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе. Что означает прекращение работы в РФ, виза и мастер-карт? Иностранные карты от этих платежных систем не будут работать на территории России, а российские карты за пределами страны. На России малоизвестна и почти нигде не признанная платежная система МИР, на которую надеялся Путин. Но такие российские карты принимаются только в таких странах, как Киргизия, Таджикистан, Беларусь, Армения, Вьетнам и т.д. Напомню, что и вывозить из страны доллары запретили не более 10 тысяч в одни руки. По сути, отключение РФ от мировой финансовой системы. УЕФА направила российских арбитров в том же направлении, что и футболистов. Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Зеленский поговорил с Илоном Маском. Договорились о новой партии систем Starlink для разрушенных городов. Напомню, что еще в минувшие выходные в Украине начал работать скоростной широкополосный спутниковый интернет Starlink. Командование российских оккупационных войск издало приказ, согласно которому у солдат были отобраны документы. Также предписывается тайно эвакуировать тела, ликвидированных в пункты постоянной дислокации, а в случае невозможности уничтожать тела на месте. Оперативная сводка от генштаба ВСУ. Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев. К нанесению авиационных ударов в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты с аэродромов на территории Белоруссии. Установлено сосредоточение подразделений ВС Белоруссии в районах населенного пункта Грушка и Хатислав. На Полесском направлении группировка войск действует в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. После перегруппировки подразделения, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гастомель, передислоцируют в направлении населенного пункта Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода на юго-западную окраину Киева. В направлении Козельца зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и воденной техники, в частности ТОС-1 Буратино. Окупанты пытаются подойти к трассе Бровары-Борисполь. Выдвигается подразделение для проведения наступления на Чернигов и Нежин. Враг перегруппируется для наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков. Окупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – Дамбу Каневской ГЭС. Противник пытается продолжить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья. Враг силами до двух батальона тактических групп пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен по реке Северский Донец. Враг продолжает блокировать город Мариуполь. Три тактических батальона врага ввели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг. Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал лидеров НАТО немедленно отправить все истребители МиГ в Украину. Всего таких 70 штук, из них 27 только в Польше. И как только Польша, Болгария, Румыния и Словакия пошлют эти самолеты, другие страны НАТО должны направить воздушное подкрепление к этим прифронтовым государствам, подчеркнул Макфол. В продолжение тема. Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребителей F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Издание подчеркивает, что с просьбой содействовать поставкам Украине военных самолетов, Владимир Зеленский обратился в субботу к членам Конгресса США. Как уточняют источники The Wall Street Journal, США в связи с этим рассматривают вариант, при котором Польша предоставила бы Киеву некоторое количество МиГ-29 и Су-25, а США передали бы Варшаве истребители собственного производства. С начала вторжения России в терроборону вступили 100 тысяч украинцев. 3 тысячи американских добровольцев готовы противостоять России в Украине в составе международного батальона «Голос Америки». Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok